всем привет всех приветствую на канале видео я конечно не думал снимать но поскольку очень много критики обрушилась на вот это видео ссылку которая будет в описании как смазывать такой вот вентилятор кулер кулер вентилятор какая разница но кулер это вообще процессорный кулер а вот это штучка это вентилятор мне начали говорить что вот то что я просто собрать из церковного масла это неправильно ну тогда давайте уж покажу как правильно значит разбирается вентилятор таким вот образом там такая шайба вот она у меня тут и не видно вот такая она сколупывается поднимается вверх и тянется пропеллер обратный после этого он снимается дальше ой сейчас вот я сходил взял таких вот палочек ватных ватные палочки плачные ватки и диски ватные ну давайте я буду показывать вот в общем то пропеллер для начала мы удаляем старую смазку берем ватный диск мы можем на ватку использовать в принципе ватку нужно использовать берется просто протирается ну вот там не видно вот так просто протирается он от старого масла можно его покрутить так можно даже спиртом протереть ну то есть вы видите да вот старая смазка ну что то упало протирается вот так вот сильно можно не протирать ну вот в принципе все спиртом можно потереть вот в принципе я его путем давайте чтобы вам принципе получше было видно вот немножко меня будет видно ну то есть берется просто не протирается дальше дальше вот тут протирается палочкой у меня тут ватка толстая поэтому я ее немножко смотаю немножко я ее смотаю чтобы она стала чуть тоньше и смог подлезть сюда вот кстати даже я смог немножко залезть вот да видите вот там ватка это вот я ее вынимаю видите да втулку залез сюда ну и тоже немножко прочистил от смазки видите да так вот видите да ватка не сильно чистая еще можно немножко общипать можно еще полазить там почистить ну вот в принципе я убрал почти всю смазку дальше это нам не понадобится больше ну как понадобится вот эта сторона точно не понадобится вторая сторона может понадобится это разберемся это можно выкинуть дальше берется масло у меня его нет точнее масло есть но есть только обычная швейная такое простое силиконового нет сейчас я возьму масло и покажу как смазывается кулер так вот я кстати включил свою лампу и хочу сейчас я вам показать так значит вот она вот я когда протирала такая вот прокладка вытащилась то есть вот это вот у нас шайба которая закрывает с этой стороны кулер чтобы не выпадал так вот вот эту вот шайбу она отсюда вы ее просто вот надеваете на ротор и в дальнейшем просто ее надо как бы сама поставится на место тут у меня еще вот эта вот резиночка так сделаю это у меня глаза свет светит тут еще вот эта вот резиночка ее тоже можно протереть вот так просто взять промокнуть эту саму наклейку тоже можно помыть ну а там у меня есть в общем то в шприце немножко масла обычного швейного совсем немножко слушайте я наверное буду использовать эту лампу потому что видите очень удобно света больше стало вот здесь чуть-чуть масло так есть чуть-чуть масло и сейчас я по идее можно уже брать мазать им этот вот втулку эту но что-то мне кажется что я пока не буду ну не буду пока я это делать поищу все-таки силикон ну в общем ничего я не нашел кроме вот такого вот масло vd-40 как я еще шучу шутил шучу 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 шутил вот этот масло vd-40 его полное звание western digital ну потому что я так говорю потому что на жесткий диск тоже пишется надпись vd то есть силиконового масла я так и не нашел ну тут для всех застосований так можете видеть мне надо справа лампу поставить либо вообще ее сверху чтобы не было такого бокового засвета ну что наверное сейчас буду попробую его как-то перелить шприц и уже покажу как его нанести и сейчас попробую вот так вот я его сейчас брызну сюда а там заболтать там перед выкрыстанием ну вот я его брызну так накроем шприц протерем эту трубочку ну вот поставим масло на буфер ну вот в принципе правда оно вытекло сейчас мы его ватку все ой что то исходит ой 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 так сейчас мы вот так ой 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 сейчас мы его немножко прогоним и и назад вот все почти все но и сюда можно тоже немножко там размазать так уже не перестает так капать да вроде масса перестала опять пошло ну все в принципе я его пока вот так вот положу если чё то оно вытечет и без вреда окружающей скажем так среды ручок этот ну все теперь можно собирать витилятор и кулер вставляю немножко можно прокрутить ну все вот заметно да тормозит я еще разберусь еще он тормозит теперь надо надеть вот эту вот шайбу что это сделать сейчас попробуем это сделать с помощью двух отверточек так нажать одновременно так нажать одновременно так еще должно надеться так это довольно мучительный так ну вот я ее одел все во первых как мы все заметили да что он на втулке все я его одел в принципе дальше можно брать так так вроде перестал идти шприц это вообще все на улице сделать потом после этого руки помнить подсчет так вот это положим пока вот так вот вверх тут получается или не тут в общем сейчас я поищу резиночку которая сюда и в принципе все мой кулер смазать пауза в общем я так и не нашел резиночку может она куда-то уехала не знаю потом поищу возьму просто вот такой кусочек ватки и легонечко заткну в принципе это не повлияет на вращение кулера это только уберет лишнюю смазку которая будет вытекать дальше можно взять палочку использованную и вот тут вот почистить ватку зацепил можно использовать и ватный диск у меня палочки чуть удобнее то есть просто почистить лишнего масла которая кстати вытекла в моем прошлом видео ну и дальше мы можем уже заклеивать наклейка если наклейка не клеится наклейки ее просто на пропеллер и заклеить тут изолентой либо поверх наклейки изолентой можете нацепить ну вот даже чуть получше стал крутиться вот мы его крутанем сейчас вот видите да так долго крутится ну в следующем видео если я его еще буду снимать я покажу вот как вообще разбирается и чистится и ремонтируется вот такой вот кулер точнее вентилятор это высокооборотистый вентилятор и как видите ему уже почти кирдык то есть быстро он крутится крутится сам по себе он быстро но в данном случае он уже все у меня еще есть полно вентиляторов так что если что-то будет непонятно я могу смогу вам опять показывать потому что эти вентиляторы у меня еще ничего не чищены в последнее время в компьютерах вентиляторы не пользую я там ну как бы процессоры не сильно горячие собираю компьютеры с не сильно горячими процессорами то как бы таких чтоб вентиляторы нужны были сильно у меня такой не потребности ну вот и все вот я показал вам коротко ну не знаю насколько коротко так собственно смазать и почистить и такой вот вентилятор ну вот понравилось видео ставьте лайк не понравилось здесь лайк если я что то делаю неправильно пишите в комментариях если канал интересный вам подписывайтесь ну и все всем пока